На границе Израиля и сектора Газа продолжаются столкновения палестинцев и военных. Есть погибшие. Уже 4 недели палестинцы пытаются прорваться на территорию еврейского государства. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Израильская армия публикует кадры, которые неопровержимо свидетельствуют. Во время беспорядков у границы Хамас прикрывается детьми, как живым щитом. Накануне там погиб 15-летний палестинский подросток. Он был убит выстрелом снайпера, в то время как группа протестующих пыталась поджечь забор безопасности, проломить его и проникнуть на израильскую территорию. Теперь палестинцы используют новую тактику. Они массово запускают в сторону Израиля воздушных змеев с коктейлями Молотова. В одном из случаев им таким образом даже удалось вызвать сильный лесной пожар. Армия всячески противодействует этим попыткам, о чем арабов предупреждают с помощью громкоговорителей и листовок, разумеется, на арабском языке. Это обученные и тренированные люди, которые настроены решительно и, по сути, представляют из себя армию. Жители Газа их поддерживают, готовы снабжать и кормить. Это своеобразная комбинация. Они тратят свое время и силы, чтобы нас провоцировать. Россия, как водится, тоже решила поучаствовать в процессе, причем, разумеется, на стороне Хамас. Ее спецпредставитель по Ближнему Востоку Николай Младенов заявил, что смерть палестинского подростка нужно тщательно расследовать. В Иерусалиме на это ответили, что мальчик стал жертвой провокации, а палестинцам просто следует прекратить попытки прорыва. Я напомню, что беспорядки на границе с Газой продолжаются уже целый месяц. Палестинцы пытаются разрушить забор безопасности и проникнуть в Израиль. Военные им всячески препятствуют. Для этого им отдан приказ стрелять на поражение. А накануне Хамас опубликовал видео, в котором его снайперы через прицелы рассматривают израильских военных, среди которых были и высокопоставленные израильские офицеры. В ответ на это министр по делам разведки Сраилькад заявил, что если в сторону военных прозвучит хотя бы один выстрел, или, не дай бог, кто-нибудь из них будет убит или ранен, тогда Израиль немедленно возобновит точечные ликвидации руководителей Хамас. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.